Рад приветствовать на курсе «Современный лидер». У нас первое занятие, мы поговорим о современных исследованиях на тему лидерства и кто же такой современный лидер. Это наше первое занятие курса «Зачем нужно кому-то изучать тему лидерства?». Дело в том, что только современный лидер, который понимает, что такое быть лидером сегодня, в этом году, а не 10 лет назад или 20 лет назад, способен эффективно управлять современной командой в эпоху цифровой революции. Потому что сейчас очень много чего меняется в работе компании, в менеджменте и в том, как нужно управлять людьми. И только современный лидер способен делать это эффективно. У этого курса есть свой сайт, так вот он выглядит. Если с кем-то мы не знакомы, меня зовут Майк Притула, вот список компаний, где я работал, начиная вот отсюда. Я уже занимал лидерские позиции, ну и уже занимал, где-то вот начиная отсюда, начинал взращивать лидеров в компании, обучая их, либо управляя их развитием. Вот, работе полагается на лучшие практики. Ну и буду рад, если о себе вы немножко напишите. Город, должность компании, как только вы напишите, я зачитаю и вас представлю. Пока расскажу о дипломах. Все, кто на этом курсе, вас ждут дипломы, после которых вы сможете, точнее, вас ждут домашние задания, выполнив которые, вы сможете получить ваши дипломы. Сам курс у нас из шести занятий, очень насыщенных, очень плотных. Сегодня мы говорим о современных исследованиях и о портрете лидера. На втором занятии мы поговорим о разных стилях лидерства, потому что лидер должен уметь чередовать разные стили. В мире существуют разные подходы к стилям лидерства разных авторов. Есть подходы Голлмана, есть подходы Бланшера, Кенобланшера, есть и много других. Мы поговорим, мы не будем брать чью-то конкретную модель, мы в целом поговорим, какие стили могут быть и как их использовать. На третьем занятии мы поговорим о том, как мотивировать людей, то, как это делают лидеры. На четвертом занятии, как вдохновлять команду на подвиги. На пятом, как развивать и коучить сотрудников. И на шестом, как навести порядок в команде и улучшить дисциплину, не переставая быть лидером. Вот такой у нас с вами план, по нему и будем двигаться. Вот, занятие наше сегодняшнее мы построим по такому алгоритму. Мы сначала поговорим о самых таких современных и самых важных исследованиях на тему лидерства. Вот, одно из них будет от ведущей консалтинговой компании Гэллоп, второе – от одной из ведущих компаний мира – Гугл. Затем мы поговорим о том, как лидерство связано с эмоциями, почему в лидерстве очень много про эмоции. Потом поговорим, почему вообще важно быть лидером, в чем суть лидерства и какое лидерство нужно поколению Z, тому самому поколению, которое сейчас активно выходит на работу. Вот такой план на сегодня. У нас будут интересные такие видео, которые мы будем смотреть, поэтому я буду переключаться, включать видео, ну и получать от вас обратную связь. Итак, исследования. Начнем мы с исследований. Значит, если мы посмотрим на… Вообще, темой лидерства занимается много компаний в мире. Я знакомился с разными исследованиями. Это и бизнес-компании, такие компании, как Гугл, компании Марс уделяют огромное внимание лидерству. Ну и вообще, вот крупные компании, General Electric, Walmart, Amazon, Zappos, они думают о том, что такое лидерство, как его эффективно построить, что такое современный лидер и так далее. И с другой стороны, консалтинговые компании очень серьезно занимаются темами лидерства. Это, конечно же, компания Gallup, это, конечно же, такие компании, как Hey, которую купила компания Cornferry, компания SHL, компания Hudson, компания DDI. У Кенна Бланшера есть своя компания, занимающаяся развитием лидерства. Ну и очень много всяких компаний, которые эту тему изучают. И, конечно же, наверное, для того, чтобы изучить все-все-все, потребовалось бы очень много времени, поэтому я решил выбрать по одному представителю. Один представитель от бизнеса, тот, который, мне кажется, сделал колоссальную работу. И один представитель от консалтинга, тоже компания с историей более 100 лет, которая тоже проделала колоссальную работу. И вот. Начнем мы с компании Google. Значит, как компания Google выстраивает свое лидерство? Как она пришла к тому, где она есть? Что она вообще сделала? В компании Google их большой проект по лидерству называется проект «Кислород» или на английском «Оксиджен». Это огромное исследование, которое началось в 2008 году и касалось огромного количества людей и руководителей. И спустя 10 лет, в 2018 году, оно повторилось. В рамках этого исследования компания Google задумалась, а вообще нужны ли руководители? Это был первый вопрос. Может быть, разработчики, программисты – это тот персонал, который может работать самостоятельно без руководителей? А вдруг? Поэтому задача большого проекта была доказать необходимость руководителей, найти взаимосвязь между тем, как руководители руководят, и тем, как работают команды, и понять, что больше всего влияет вообще на эффективность команды. В рамках реализации проекта было выяснено, что действительно роль руководителя в эффективности команды присутствует. Она существенная, ее нужно оставлять. И есть 8 компетенций, вот они первые 8, которые делают хорошего руководителя руководителем. Спустя 10 лет, прошло много чего в мире, компания Google задумалась, все так же ли актуальна их модель, все так же ли нужны руководители. Может, уже не нужны. Провели повторное исследование и расширили свою, ну, пришли к выводу, что да, все так же нужны, и добавили еще 2 компетенции, которые теперь нужны современному лидеру. Соответственно, модель компетенций лидера компании Google состоит из 10 компетенций. Вот они на экране. А кому будет интересно, по ссылке, вот будет ссылка на исследование. Значит, 10 компетенций. Первое. Быть хорошим коучем. Второе. Наделять команду полномочиями и не управлять микроменеджментом. Третье. Создавать атмосферу сплоченности коллектива, заботясь об успехе и благополучии людей. Четвертое. Быть продуктивным и ориентированным на результат. Пять. Отлично коммуницировать, быть первоклассным коммуникатором. Шесть. Поддерживать карьерный рост и обсуждать результаты работы команды. Семь. Иметь четкое видение для своей команды. Восемь. Обладать ключевыми техническими навыками, которые нужны для консультирования команды. Девять. Сотрудничать со всеми в компании, быть хорошим связующим звеном. Ну и, наконец, десять. Является решительным лицом, которое способно принимать решения. Вот эти две появились только недавно. Вот. Скажите такой вопрос к вам. Ваша компания, вот там, где вы работаете, уделяет внимание вопросам лидерства или нет? Ставьте плюсик, если да. Минус, если вообще об этом компания не думает. Давайте посмотрим, как это у вас. Плюс, минус. Ага, интересно. Плюс, вижу. Угу. Хорошо. Так. Кто еще как? Ну, остальные пока молчат. Что у нас тут в Фейсбуке? Тоже пока молчат. Окей. Хорошо. Ну, я думаю, что рано или поздно это придется сделать, да? По некоторым пунктам есть прогресс, но в основном все же минус. Ага, понял. Теперь понятно. Хорошо, спасибо. Идем дальше. Для того, чтобы управлять руководителями, лидерами в компании, их развивать, прокачивать, выводить на следующий уровень, компания делает ежегодную оценку работы руководителей. Есть специальный опросник. Здесь по ссылке он вам будет доступен. Теперь компания Gallup. Давайте проведем параллели и посмотрим, а что же в Gallup. Да, вижу, Марина. Ваши плюс-минус. Угу. Это 2,5 миллиона команд в 195 странах, в которых работает 27 миллионов сотрудников. База колоссальная. Но если у компании Google в 2018 году у них было 100 под 200 тысяч сотрудников, это уже большая выборка, колоссальная, то у Gallup база респондентов еще больше. Ну, то есть, не знаю, надежнее уже не придумаешь. Ну, то есть, дальше только уже весь мир исследовать. И что интересного узнала компания Gallup? Что только один из десяти исследуемых по-настоящему успешный, эффективный, талантливый руководитель. Вот. То есть, только у одного человека есть все необходимые управленческие таланты. Почему? Потому что управленческие таланты являются редкими. Их сочетание является редким у одного отдельного человека. Таким образом, только каждый десятый талантливый руководитель стоит об этом. Это в мире. В каких-то компаниях, конечно, концентрация будет выше. Ну, мы знаем, что разные компании имеют разные возможности, разную привлекательность бренда-работодателя, разную компенсацию. Я думаю, что если бы они померили отдельно компанию Google и отдельно компанию, не знаю, уже никого не хочу обижать, я бы привел примеры каких-то не самых эффективных компаний, то в компании Google, наверное, талантливых было бы 7-8, а в той неуспешной был бы 1 на 100. Ну, вот в мире в среднем 1 из 10 обладает всеми необходимыми талантами. Менеджер с небольшим талантом к работе будет решать проблемы на рабочем месте манипуляцией и офисной политикой. И это правда, мы об этом знаем, что существует огромное количество плохих руководителей, на которые жалуются сотрудники. Не верите? Почитайте отзывы на отзывиках о разных компаниях. Чаще всего я периодически студентам рассказываю о том, что, уважаемые студенты, о вашей компании, скорее всего, есть отзывы в интернете, там бывает показывают, да, и там каждый второй или третий отзыв о каком-то руководителе. У вас в компании работает вот такой плохой руководитель, и вот обратите внимание, увольте его или ее и так далее. То есть, ну, ни для кого не секрет, что плохих руководителей действительно много. Я даже по себе знаю, у меня было много разных руководителей, и, конечно, я бы кому-то поставил один балл из десяти, а кому-то бы десять. Ну, они не были все одинаковые, да. Идем дальше. Значит, два из десяти, помимо того одного, у них есть шансы. То есть, не все так потеряно. Два из десяти человек имеют некоторые характеристики, необходимые его таланта, чтобы работать хорошо, если компания их тренирует и поддерживает. Таким образом, имеем три из десяти неплохих потенциальных руководителей. Опять же, поделив компании на успешные, средние и неуспешные, получаем высокую концентрацию в успешных. То есть, и тех, и этих будет уже, наверное, где-то девять из десяти. Ну, и в компаниях, где платят низкие зарплаты и не думают о лидерстве, там, конечно, будет хороший руководитель один на сто, или один на пятьдесят, или один на тридцать. Вот. То есть, понятно, что неравномерное распределение абсолютно во всех компаниях. То есть, мы не можем говорить, что в компании Google только один талантливый руководитель из десяти, и два более-менее. Это несправедливо будет. То есть, в компаниях концентрация будет разная. Так вот, талант, согласно исследованиям компании Gallup, самый мощный предсказатель производительности. Это доказана статистика, и аналитика, и огромная выборка. То есть, это вот четкие, жесткие данные, которые стоит поверить. Кто не верит, может изучить исследования, да, и сам убедиться. Так вот, компании, которые нанимают менеджеров на основе талантов, достигают 48% роста прибыли, 22% роста производительности, 30% роста вовлеченности сотрудников, 17% роста вовлеченности клиентов, и 19% снижения текучести кадров. То есть, вот зачем компаниям, ответ на вопрос, зачем компаниям нужны лидеры? Зачем нужно беспокоиться о лидерстве? Зачем нужно заниматься вопросом лидерства? Почему нельзя просто назначать людей на руководящие роли, потому что они хорошие эксперты, потому что они надежные, потому что они нам нравятся, или потому что они наши родственники, или друзья, или еще кто-то? Потому что так это не работает. Если у человека нет для этого талантов, и их не развивать, то показатели будут плохие. Ну и наоборот, если правильно их отбирать, правильно развивать, правильно работать, то будут классные показатели. Дальше, что вот очень важно, что менеджеры оказывают наибольшее влияние на вовлечение людей. Каждый второй сотрудник ушел со своей работы, чтобы на каком-то этапе уйти от своего руководителя. Я думаю, что не зря придумали пословицу, или там не пословицу, точнее фразу, сотрудник выходит работать в компанию, а увольняется от руководителя. Собственно говоря, поэтому. Ну и мы все с вами знаем, насколько важна вовлеченность людей. Сейчас все об этом говорят. Эффективность для бизнеса вовлеченности тоже доказана. Известно, что в мире только 30% в хорошем случае вовлечены. В некоторых странах 15% только людей вовлечены. Вот причина. Причина в менеджерах. Идем дальше. Вовлеченность руководителей оказывает прямое влияние на вовлеченность сотрудников. Вероятность того, что сотрудники, находящиеся под руководством высокоактивных менеджеров, будут вовлечены в работу на 59% выше, чем сотрудники, у которых руководители сами по себе не вовлечены в работу. Идем дальше. Какие же таланты делают, согласно исследованиям компании Gallup, делают выдающегося руководителя выдающимся, делают из него настоящего лидера? Пять талантов. На самом деле, если вы посмотрите, вы увидите много параллелей с компетенциями Google. Например, принятие решения – это одна из десяти компетенций Google. Отношения – одна из десяти. Ответственность – одна из десяти. И напористость – она так не написана, и мотиватор – одна из десяти. То есть, там прям так эти компетенции и есть. То есть, почти что полное совпадение, просто у Google чуть больше компетенций, они чуть больше расшифровали. Талантливый менеджер является классным мотиватором. Они заставляют себя и своих сотрудников постоянно улучшаться и достигать выдающихся результатов. Талантливые менеджеры, а можно сказать лидеры, и напористые – они преодолевают невзгоды, сложности и сопротивления. Талантливые лидеры – они ответственные. В конечном итоге берут на себя ответственность за успехи своих команд и создают структуру и процессы, чтобы помочь командам оправдать ожидания бизнеса. Строят отношения, то есть создают позитивную, привлекательную рабочую среду, где их команды создают прочные отношения друг с другом и с клиентами. Ну и, наконец, про принятие решений. Решают многие сложные проблемы и проблемы, присущие этой роли, задумываясь, планируя непредвиденные обстоятельства и балансируя конкурирующие интересы и аналитический подход. Вот что делают великие лидеры. То же самое на английском языке, оригинал, если кому-то нужно будет. Что такое таланты? И как теперь понять, как с этими талантами работать? В компании Гэллоп огромный вклад в теорию талантов сделал Дон Клифтон, который работал очень тесно с профессором Гэллоп, с доктором Гэллопом. И они вместе разработали теорию, основанную на талантах. Это огромная аналитическая работа. Дона Клифтона еще называют отцом психологии сильных сторон. Так вот, Клифтон сказал, что нет более эффективного способа вдохновлять людей, чем видеть каждого человека с точки зрения сильных сторон. И он же сказал, что люди могут получить гораздо больше, если они будут тратить усилие на развитие своих величайших талантов, чем когда тратят усилие на точно такие же, на исправление своих слабых мест. С точки зрения лидерства компании, самое важное, с точки зрения развития лидерства, самое важное, самое главное, что компания должна сделать, это определить таланты текущих руководителей, разобраться, у кого есть таланты для того, чтобы быть выдающимся руководителем, у кого их нету, решить, что делать с теми, у кого их нету, либо очень активно развивать, донести это людям, что если у тебя нет талантов, то тебе нужно вдвойне стараться. Вот. У тех, у кого они есть, помочь их раскрыть, то есть развить их, чтобы талант превратился в сильную сторону. Сильная сторона – это когда талант максимизируется, то есть когда талант обрастает знаниями, практикой, это становится сильной стороной. Все выдающиеся лидеры на сегодняшний день, все талантливые лидеры – это не просто лидеры, которыми повезло родиться лидерами, это лидеры, у которых были таланты, к которым они присоединили знания, к которым они присоединили практику, и они стали классными лидерами. То есть так или иначе обучаться нужно всем, но тех, у кого есть таланты, у них обучение будет происходить проще и лучше. Теперь вопрос к вам. Исходя из того, что вы пока что узнали о лидерах, как бы вы по десятибалльной шкале оценили уровень лидеров в своей компании? Насколько лидеры соответствуют компетенциям компании Google и талантам компании Gallup? По ощущениям. Понятно, что сейчас вы оценку-то не проводили, вы просто так на глазок смотрите, но все равно интересно знать ваше мнение. Поделитесь вашими оценками. Пять, шесть, четыре. То есть есть куда и что развивать. Окей. Ну, спасибо за честность. Видите, никто не ставит тут десятки. Все взрослые люди все-все понимают. Идем дальше. Люди, которые знают свои таланты. Обратите внимание, только знают. В шесть раз вероятнее вовлечены на работе. В три раза вероятнее имеют отличное качество жизни. На восемь процентов более продуктивны на работе. И в шесть раз вероятнее на работе делают то, что умеют лучше всего. Опять же ссылка на исследование. Так вот, большинство людей не знают свои сильные стороны и не знают свои таланты. Скажите, а вот вы могли бы назвать свои пять сильных сторон? Их не нужно писать. Просто плюс, если да. Если вы знаете свои сильные стороны, свои таланты. Минус, если пока что нет. То есть вы пока не знаете, какие же они у вас есть. Ставьте просто минус. Так, плюс, отлично. Некоторые люди знают. Что остальные скажут? Плюс. Оксана подставила. Хорошо. Окей. Окей. Остальные задумались. Беда в том, что многие не знают. Даже один из трех не может сказать. То есть меньше 30% людей знают сильные стороны и таланты. Что такое таланты? Это, ну согласно определению, да. Это повторяющиеся модели мышления, решений, действий и чувств, которые удовлетворяют пяти основным критериям. То есть если вы думаете, что у меня есть такой талант, можете проверить, соответствует ли это пяти критериям. Первое. Вы чувствуете себя естественно, когда его используете и развиваете. Второе. Вы получаете положительную энергию, когда используете сильные стороны. Третье. Другие люди тоже замечают, что это ваша сильная сторона. Четвертое. Это соответствует вашим ценностям. И пятое. Это удовлетворяет ваши внутренние потребности. То есть вы чувствуете удовлетворенными, когда применяете. Вот такие индикаторы. Теперь, какие таланты в целом бывают? В мире есть разные подходы к оценке талантов. Наиболее популярные это ВИА и Гэллоп. Гэллоп инструмент называется Strength Finder. Я большевсторонник, конечно же, компании Гэллоп, авторства Дона Клифтона. Вот такие таланты он выделяет. Есть еще и система Hi-Fi, которая недавно появилась. Она тоже позволяет оценивать таланты. Где тестировать? Вот тестирование талантов лидеров – это очень важный инструмент. Когда я работал в компании Wargaming, и когда запускалась большая программа развития руководителей, этой программе предшествовал большой асессмент, асессмент-центр руководителей. И важную роль в асессмент-центре играла тестирование талантов. Потому что люди на основании своих талантов себя лучше понимают и лучше могут планировать, какой они руководитель. То есть они видят, что вот это у меня есть, этого, может, у меня нет. Могут себя качественно дополнить заместителем с правильными дополняющими талантами. Ну и правильно развиваться. То есть они понимают, что вот это я не умею, я буду развивать вот это. За то, что у меня есть талант, я не буду, например, я не умею людей мотивировать, у меня нет таланта. И я буду, а я зато умею показывать людям виденье. Или у меня симпатия, я могу с людьми выстраивать отношения. Я буду это развивать. Вот в чем плюс преимущество талантов, как и компетенции. Когда какая-то компетенция или талант очень хорошо развитый, они способны компенсировать другие таланты. Вот яркий пример – это Илон Маск. Человек явно с большим количеством недостатков, огромным. У него проблемы с коммуникацией, у него очень часто меняется настроение, он такой немножко параноидальный. Но его огромные таланты, вот это его виденье, напористость, уверенность, отсутствие слова «не могу», «не знаю», «не умею» – все компенсирует с лихвой. Поэтому компания успешна. Да, есть проблемы, да, постоянно к нему вопросы акционеров, каких-то регулирующих комиссий. То он на радио накурится, то он какую-то криптовалюту DoggyCoin запампит, то еще что-то сделает странное. Но, тем не менее, его таланты способны компенсировать все его недостатки. Но эти таланты нужно, я уверен, что он свои таланты знает. Он их применяет, у него нет такого неопределенности в этом плане. Как тестировать? Значит, первый вариант – это Strength Finder. По ссылочке будет доступно, кому интересно. 20 долларов. Он не бесплатный, стоит 20 долларов, и вы узнаете свои таланты. Есть на разных языках, на русском в том числе. Второй вариант – это Via. Здесь есть и бесплатная версия. Ну и третий вариант – это Hi-Fi Test. Здесь тоже есть бесплатная версия. В общем-то, можете попробовать. Они, похоже, дают результат. Они по-разному немножко описывают. Но подход у них одинаковый. Теперь поговорим про эмоции. Как лидерство связано с эмоциями? Дело в том, что современное лидерство, оно больше и больше уходит в эмоциональное лидерство. И это связано в том числе и с тем, какое наше современное поколение. Поколение Y и поколение Z. Итак, давайте поймем, что есть такие два понятия, как эмоциональный интеллект и социальный интеллект или эмпатия. Это два таких разных, ну не то что разных, близких интеллекта. Есть наш IQ – это в целом умственный интеллект. А есть еще EQ и SQ. Так вот, социальный интеллект – это про понимание других, про желание понять их, про понять, что их волнует, умение слушать их с намерением понять. Потому что, когда говорят про эмоциональный интеллект, его часто путают, подмешивают социальный интеллект. Эмоциональный интеллект – это про понимание себя прежде всего, про свои эмоции, что я переживаю, как на меня воздействуют, как я ими управляю. Социальный – это про вот такой, больше внешний проект. Теперь я хочу вам показать одно видео. Сейчас я попробую на него переключиться. А вы, пожалуйста, когда начнется воспроизведение, и вы услышите, что идет звук, поставьте плюсик в чате, чтобы я понимал. А, вот я, кстати, может быть, даже сейчас услышу в завершении. Но вот это вот была демонстрация социального интеллекта. С точки зрения современного лидера социальный интеллект очень важен, потому что именно социальный интеллект позволяет управлять там, где иерархии недостаточно, там, где авторитета недостаточно. Потому что для современного поколения, поколения Y, поколения Z, уже как таковых авторитетов не существует. Этот стиль такого, знаете, директора, начальника, он остался для поколений предыдущих. Вот. Поэтому эмоции. Про эмоции знают все, наверное, даже так правильно сказать, не то, что даже многие. Но я, конечно, так где-то переборщил, никто их не применяет. Но многие их не применяют. Вот, например, такой экспресс-опрос. Когда вы последний раз использовали эмоджи? Не смайлик, не вот это вот смайлик, да, когда вы ставите скобочку с двоеточием, а именно эмоджи – это когда вы ставите вот такое личико. Напишите, вот я написал в чате, когда вы именно, ну, в принципе, на экране эмоджи. Когда вы писали в тексте эмоджи последний раз, напишите просто в чате. Кто-то сегодня, кто-то вчера, кто-то никогда, кто-то месяц назад. Постарайтесь вспомнить и написать. Потому что это про демонстрацию эмоций. Потому что наше общение в переписке – это уже часть нашей жизни регулярной, повседневной. Вот, и очень важно туда тоже включать всевозможные эмоции. Ну вот, да, первые ответы не помню. Это правда. Не все это делают. Хорошо. Идем дальше. Значит, зачем вы хотите развить свой эмоциональный интеллект? Часто это то для… А, вот, Александр написал несколько минут назад. Отлично. Ну вот. Ну, именно эмоджи, да, потому что тут был у вас смайлик, если мы говорим про этот чат. Часто именно эмоциональный интеллект позволяет руководителю, просто начальнику стать непосредственно лидером, по-настоящему лидером. Потому что сейчас в современном мире основа лидерства – это эмоции. Вот. Давайте посмотрим еще одно видео про эмоциональное лидерство. Сегодня, джентльмены, для меня огромная честь быть вашим тренером. Я горд, что сегодня поведу вас на поле сражениями. Кстати, вы сейчас в сборной играли. Но больше всего в области мне приносят ваши слова. Слова, которые я слышу в ответ на мой вопрос «Кто я?» Вы мои чатерпи! Правильно. И я хочу, чтобы вы умели быту на протяжении всей игры. Я завоюю все, что еще не завоевано. Поражение никогда не поселится в моей голове. Я буду верить в то, в чем другие сомневаются. Я всегда буду добиваться признания, чести и уважения для своей команды. Я натренировал этому свой ум и тело, потому что кто я? Я знаю, что мои противники даже не ожидают от меня победы. Но я никогда не сдамся их. Слабость никогда не проникнет в мое сердце. Мне стоит лишь взглянуть на своих друзей, на своих родителей, на тех, кто тренировал меня. Я сразу чувствую прилив свежей силы. Кто я? Сегодня я с радостью выйду на поле сражения. Я буду двигаться, атаковать и сделаю все, чтобы победить. И я обязательно добьюсь своей цели. Во что бы то ни стало. Моя игра будет яростной и беспощадной. Я вырву сердце врага и оставлю его истекать крови, потому что он не сможет меня остановить. Кто я? На моей стороне мои друзья. Друзья, вместе с которыми вы прошли через многие испытания, через жертвы, через кож, через пот, через слезы. Я никогда не дам им упасть. Никогда не прошу их идти. И я не дам ни одному врагу преодолеть меня. Потому что наши противники узнают все силы моего духа. Кто я? Там сидит его футбольная команда, и она кричит за подпес. Кто не победит меня? И никто не посмеет указывать мне, кем быть. Вера изменит мой мир. Вера двигала народами и странами. Она помогла человеку высадить в голову. Именно она сделала меня победителем сегодняшней битвы. Кто я? Я не знаю слов поражений и отступлений. Я не признаю этих понятий. Я не знаю слов «не могу и не получится». Я не знаю ошибок. Единственное, что я признаю, это понятие «победа» и никогда не сдаваться. Как бы все ни было плохо, даже если нет сил, мое сердце, мой ум всегда будет вести меня вперед. Кто я? Сегодня тот самый день. Не завтра, не через неделю, а именно здесь и сейчас, на вашем поле, на вашем стадии. Кто я? История навсегда запомнит меня. И я не буду ждать, пока кто-то напишет обо мне. Я сам пришел в его имя. Мои победы будут говорить обо мне. И никто не посмеет указывать мне. Я сам решаю за себя. Я никогда не вернусь домой, зная, что я выложился полностью в сегодняшний день. Потому что кто я? Вот и после этого он победил. Вот так вот. Вот что такое современное эмоциональное лидерство. Идем дальше. Что вы чувствуете, когда вы смотрите это видео? Если можно, вкратце, вот какие у вас были эмоции, когда вы его смотрели? Поделитесь, пожалуйста. Интересно узнать. Буквально пару слов. Там не нужно детальное описание. Можно даже одно слово. Мурашки по коже. Вот у меня тоже в конце видео у меня аж... Такое ощущение, да? Очень бодрое, очень энергичное. Вот. И я думаю, это то, что испытывали те ребята. Тер пыль со шлема. Да, тоже классно. У меня нету шлема. Я такой этот не играл. Так вот. Люди, которые являются настоящими лидерами, способны вдохновлять и помогать управлять нашими эмоциями. То есть настоящие лидеры, они не включают просто начальника и не применяют просто инструменты менеджмента. Они еще включают эмоцию. Почему? Потому что вы всегда можете убедить человека двумя способами. Либо рациональными аргументами, либо эмоциональными аргументами. И, конечно же, эмоциональные аргументы гораздо сильнее, гораздо эффективнее. Есть даже исследования психологов, которые говорят, что можно сравнить нас, нашу эмоциональную и рациональную часть, как всадника на слоне. Есть даже такая теория, она про изменения всадника, слона и пути. И вот сравнить вес слона и вес человека – это как вес эмоций и рацио. Человек может направлять слона, может указывать путь, но если слон не хочет двигаться, человек его не сможет сдвинуть, потому что слон весит несколько тонн, а человек, конечно же, гораздо легче. Именно поэтому очень важно при управлении людьми включать не только логику, не просто там раздал задачи, а включать эмоции. Идем дальше. Еще одно видео, которое касается эмоционального воздействия. Посмотрите на эмоциональную речь человека, который выступает на стране. Мы пришли сюда сотню, мы не в никакой организации, мы звичайный народ Украины, который приехал отстойвать права. Мы не из секторов, не забываем, просто боевая сотня. И хочу рассказать, что мы простые люди, скажем до наших политиков, которые стоят за моей спиной. Ни який Янукович, ни який целый рик не будет президентом. Завтра до 10-й годы он будет идти. Отбросив любые политические подтексты отсюда, просто голые факты, насколько это было эмоционально и какой был результат. Аргументы, конечно же, не убеждали, но после вот такой эмоциональной вещи Янукович уехал, скажем так. Эмоции – это то, что убеждает всегда. Любая презентация Стива Джобса, если мы посмотрим, как он выступал, она была построена чисто на эмоциях. Все было, и в книге про него это написано, все было рассчитано до секунды. Какие были эмоциональные воздействия. Там вот эти аргументы, которые показываются, процессор быстрее, это очень кратко. Это не так интересно, как какие-то эмоциональные вещи, потому что именно эмоции убеждают людей. Ну, а лидеру очень важно убеждать. То же самое вы можете подумать о своих руководителях. Ну, у каждого из нас были руководители. Вспомнить лидера, который раскрывал ваши сильные стороны, и лидера, который не раскрывал ваши сильные стороны. Вы, если вспомните, что вы ощущали, когда находились с ними рядом, что обычно говорили и делали эти люди, как рядом с ними чувствовали себя окружающие, вы точно найдете разницу. То есть, вот что интересно, кто такой выдающийся лидер, вы уже знаете. Может быть, несознательно и не можете это применять, но подсознательно точно, потому что эти люди были возле вас, и они себя показывали. Ну, то есть, различия вы знаете. Если вы посмотрите на вот этого человека в левой колонке, скорее всего, вы скажете, этот человек меня вдохновлял. Возможно, скажете, что с ним было весело, мы много смеялись. Он давал ощущение причастности к чему-то значимому. Он мне доверял, защищал меня, когда я в этом нуждался. Учил меня не бояться рисковать, стимулировал сложные задачи. В отдельных вопросах проявлял компетентность, но часто просто знал, к кому обратиться, чтобы задача была решена. Ну и наоборот, тот, который в правой колонке, придирался к каждой мелочи, занимался микроменеджментом, обвинял в неудачах сотрудников, проявлял в враждебность негативный настрой. Слова отталкивали такого человека, его слова, точнее, отталкивали вас. Вы чувствовали, что к вам относятся как к кадрам, но не как к личностям, и они были зациклены на себе. Вот в чем разница лидера и просто менеджера. Поэтому интуитивно вы понимаете уже, что такое выдающееся лидерство. Так вот, что интересно, что большинство руководителей, они как лидеры из правой колонки, вот если их убрать с их мест, компания от этого только выиграет. Поэтому важно знать разницу и важно уметь быть человеком из левой колонки, а не из правой. Идем дальше. Что делают выдающиеся лидеры через эмоции? Очень хорошо показывает вот этот вот небольшой ролик. Это, ой, извините, это называется резонанс. Выдающиеся лидеры вводят в команду состояние резонанса с собой. Такой лидерство даже называется резонансная лидерство. А что такое резонанс, вы видите, что это лидерство. Так что все действуют сообщанно. Вот еще несколько видео про то, что, значит, войтили за нам ангелы. Номер будет разница. Так что, вы были в одной волнеющей, говорят. Одну волнеющую. Это реклама водовольici schwerти церковь . На самом деле одной установке на скобляци в качестве вот шансов. А выше надо было branding русскими. А все равно объясним. А я не вижу когда мы karaoke находимся. идем дальше вот эти вот лидеры выдающиеся они умеют синхронизироваться со своими сотрудниками и не делать себя как неси себя как босс до который сверху вниз просто четко всем диктует а умеет взять так чтобы все работали сообща то есть он как бы настраивает людей на общую волну и они вместе работают вместе вырабатывают какие-то решения и так далее вот еще классная цитата великого лидера майя энджело это ее цитата по опыту я знаю что студенты не запомнят всего того о чем вы им говорили не вспомнят они и того что вы делали но всю жизнь они будут помнить то как они себя при этом ощущали в этом состоит эффект резонансного лидерства ну и скорее всего своих учителей вы помните не столько потому что именно они говорили и как они говорили а потому как вы себя с ними ощущали вот почему так работает почему важно чтобы лидер умел ходить в резонанс они входить в диссонанс резонанс это когда на одной волне с сотрудниками диссонанс это когда на разных волнах потому что это вообще В основе этого всего лежат работы психологов. Дэниела Голлмана в частности, точнее он исследовал работы психологов и выстроил идею эмоционального лидерства. Он говорит, не он, а психологи, которые изучали работу мозга, говорят о том, что у нас есть зеркальные нейроны в голове, которые отвечают за взаимодействие с другими людьми. Они вызывают у нас желание или нежелание подражать другим людям. Эти зеркальные нейроны отвечают за эмпатию, их можно активизировать очень быстро, за доли секунд, при этом они могут долго сохраняться. И, например, когда вы вспоминаете о резонансных лидерах, которые вас вводили в резонанс, о хороших лидерах из левой колонки, они у вас активируются. То есть вы о них вспоминаете, вы начинаете им немножко подражать. И они, наоборот, деактивируются при воспоминании о диссонансных лидерах. Ну и в команде, когда есть диссонансный лидер, он заставляет всех перенастраиваться на вот эти неправильные настроения. Теперь по поводу поколения Z. Что хотят поколения Z от лидеров? Это еще одно большое исследование от автора, которое очень глубоко исследовало поколение Z, проводя огромное количество интервью. Что говорят Z? Для меня лидер должен быть тем, кто приходит служить. Лидер, который не избегает работать руками и не слишком горд, чтобы быть людьми, которых он ведет. Это очень важно. Наверное, одна вещь, с которой мы боремся, это авторитетные фигуры. Нам просто нет до них дела. Это вот прямая цитата поколения Z. Есть такая книга, называется Generation Z, написанная этим автором, где она описывает все, что говорят. Лидерство для поколения Z. Доверие более не дается по умолчанию руководителя. То есть если ты руководитель, если у тебя просто погоны, то ты по умолчанию не получаешь доверия. Z выросли в мире с плоской структурой. У них нет для них авторитетов, каких-то больших начальников и так далее. Они в мире могут связываться с любым лидером. Часто они обращают, как Грета Тунберг со Шварценеггером. Они в этом не видят что-то сверх выдающегося. Для них это нормально. Они могут написать письмо, прокомментировать, подойти. То есть у них нет страха перед какими-то начальниками или большими людьми. Они ко всему относятся спокойно. Вот так вот. Вот про наше лидерство. Исследования и про то, кто такой лидер, каким он должен быть. Теперь наше занятие подходит к завершению. Сейчас мы там последние моменты. Домашнее задание. Значит, те, кто уже на курсе, у вас будет домашнее задание. Пройти любой из предложенных тестов на определение своих талантов, чтобы посмотреть, какие таланты вам могут помочь быть лидерами. Определить благодаря тесту, выписать свои топ-5 талантов и описать, какие таланты и как вы бы могли задействовать в своем лидерстве. То есть как вы можете заставить таланты работать на себя, развивая их, становясь выдающимся лидером. Книги, которые можно порекомендовать. На основании талантов. Книга «Добейся максимума» от Дона Клифтона. Он эти таланты как раз и расшифровывает, если вы, например, пройдете Гэллоп Стрэндс Центр. И другие книги про позитивную психологию. На этом курсе будет много разных книг. Я не хочу в первом занятии выдать вам огромный список. Мы будем шаг за шагом изучать что-то новое. Я буду выдавать новую порцию книг, которые можно изучить и углубить свое понимание лидерства. Курс по лидерству я разработал с нуля. И он не является каким-то старым, построенным на старой теории. Я на сегодняшний день аккумулирую все самое современное, самое свежее, что есть, самое актуальное. И делюсь с вами для того, чтобы вы могли быть классными лидерами. Поэтому приглашаю всех на курс. Буду рад вас на нем видеть. Если у вас есть какие-то вопросы по сегодняшнему занятию, пожалуйста, пишите в чате. Если же вопросов нет, можете поделиться обратной связью, что сегодня было наиболее полезного, что вы для себя выносите, с чем вы ходите. Ну а я пользуюсь случаем, желаю всем отличной пятницы, отличных выходных. Хорошо отдохнуть, подумать о эмоциональном лидерстве, о резонансных лидерах. Спасибо, очень интересно, нужно учиться. Ну отлично, да, пожалуйста, буду рад сопроводить вас в этом деле. Вот так вот. Ну что ж, друзья, тогда, пожалуй, на этом все. Всем прекрасного вечера, спасибо всем за интерес к этой теме. Чем больше у нас будет классных лидеров, тем все от этого только выиграют. Тем больше будет счастливых сотрудников, вовлеченных и, как результат, больше довольных клиентов. На этой прекрасной ноте вас оставляю. Хорошего вечера. Пока-пока. До скорых встреч.